Ну что, друзья, сейчас очень модное разоблачение на ютубе Каждое разоблачает друг друга Там какая-то выханалия творится Ну и мы тоже будем разоблачать потихоньку Одно разоблачение, конечно же, в тренде сейчас Дима Портнягин Разоблачение трансформатора Мы на самой крупной выставке спортивной одежды в России SN Pro 2018 И здесь один из тех людей, кто размещал рекламу у Димона Его зовут Антон, компания Design for Fitness Спросим у него, реально ли работает или не работает реклама у Дима Портнягина Второе, наш очень крутой мощный челлендж с Оскаром Хартманом, с Игорем Войтенко, с Алексеем Столяровым Мы делали греблю, посмотрите, смог ли я грести быстрее, чем Оскар или грести быстрее, чем Игорь Войтенко Вы увидите в этом выпуске, короче, смотрите до самого конца В конце будет охренительный еще розыгрыш, вы сможете выиграть крутые призы Так что, давайте, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали! Сейчас будет тотальное разоблачение Портнягина По Диме, расскажи, все же знают, что реклама не работает, почему ты делал это два раза? Меня там что-то кинуло на полтора миллиона, да? Что ты рекомендуешь делать людям, которые размещают рекламу, и чтобы потом не было хейта? Если вы хотите продать какой-то свой бизнес, то, соответственно, должен быть бизнес-канал Это может не совпадение, а быть целевой аудиторией Выпуски будут называться «Репорты Оскара» и «Пацаны» Да! Поехали! Вот это завет, посмотрите-ка все 15-6! Расходимся! Сколько ты тренишь для этого? Год, один год Это упражнение? Только это упражнение Тотальное разоблачение Портнягина Друзья, это Антон. Антон владелец компании Design for Fitness. Мы находимся на выставке СНПРО. Это самая крупная, мне кажется, на территории СНГ выставка, обозвращенная спорту. Здесь спортсмены, спортивная одежда, спортивное питание. И ты выставляешься здесь своей компанией. Что за компания? Чем занимаетесь? Мы производим спортивную одежду, производим ее сами, импортируем ткани из Италии и продаем это. Сначала мы просто продавали в онлайне, потом начали к нам обращаться люди, давайте будем вашим представителям. Мы за первый год открыли порядка 100 представителей, сейчас у нас более 180 точек продаж, но это все включая шоурумы. Сегодня у нас 47 магазинов в 12 странах. А что по цифрам? Так, годовой оборот скажешь за тот год? Годовой оборот за тот год около 3 миллионов долларов. По Диме, расскажи, ты давал рекламу, когда это было? Я давал два раза в октябре прошлого года, это был, по-моему, 53 выпуск, и уже в октябре этого года, по-моему, там, 109-й. Все же знают, что реклама не работает. Почему ты сделал это два раза? Как у тебя? Какие результаты были? Ну, после первого раза это просто был какой-то, честно говоря, большой выстрел. То есть у нас было полторы тысячи заявок, мы их... Полторы тысячи заявок на франшизу? Да. Да. У нас менеджеры работали, включая выходные, чтобы это дело обработать. Сколько продали из них? Ну, где-то порядка, наверное, 30 магазинов мы открыли. Открыли 30 магазинов? Да, ну, в течение года. Сколько ты заплатил? По-моему, около миллиона. За лям ты открыл 30 магазинов, это, наверное, неплохо, да? Ну, да. Почему тогда есть вот эти люди, которые там говорят, слушай, у меня там кирпичи не купили, там, у меня там... Что там, какие еще есть, ребят? Ну, типа... Меня там что-то кинул на полтора миллиона. Ну, если мы возьмем кирпичи, то, ну, возможно, не нужны были в тот момент подписчикам кирпичи. Так бывает. Да, ребят, смотрите, кстати, да. Оставим снизу ссылку на лендоз. Да. Там можно будет купить франшизу. Давай, давай для наших что-нибудь кунтеофер сделаем. Давай 60 процентов? 55. 55. Огонь. Ребята, скидка больше, чем вот трансформация. 55 процентов скидка на повышальный взнос и 7 процентов скидка на товар. Прямо сейчас вставляйте заявку, погрузитесь в эту модель, поймете, как это работает, и потом уже можете принять решение открывать или не открывать. Ребят, короче, давайте сделаем так. Надо реально дохера лидов сделать, вы знаете, чтобы прямо вот... Пушка была. Так что все оставляем заявки и открываем магазин. Йогай! В воскресенье, 10 утра. Мы в зале в центре Москвы, здесь я не один. Здесь 4 олимпийских чемпиона и 4 чемпиона по ютюбу. Все, у кого 500 миллион, полтора миллиона подписчиков, это охрененная компания для того, чтобы сегодня поставить личный рекорд каждого из нас. Оскара Хартмана я увидел, что он набирает такую банду по гребле. Я вообще не знаю, что такое гребли, потому что я никогда в жизни не греб, я никогда не пробовал. У меня даже в зале нет такого тренажера. У нас сегодня будет три дистанции. 100 метров, 200 метров и 500 метров. И эти три дистанции нам нужно будет сражаться на максимальную скорость. Зачем я принял этот вызов? Я понимаю, что здесь я точно не буду первым, потому что здесь Оскар готовился год к этой дистанции. Все остальные, это реально олимпийские чемпионы, те, кто занимается спортом всю жизнь. В первую очередь я хочу провести круто время в компании мощных людей. Второе, я хочу посмотреть, какой у меня сейчас реальный фактический результат. И третье, это поставить свой личный рекорд, потому что я знаю, что в окружении таких людей делаются самые большие вещи. Так что давайте, друзья, посмотрим, как это будет, что получится, вообще дотяну ли я. Давайте, поехали! Если есть желание, можете есть специальное воспрессорение вязки привязаться. Что, реально можно вылететь? Мужик, не то, что реально, а ты вылетишь, скорее. Смотри, как будешь здесь прикладываться. Ну что, все участники готовы? Sit ready. Attention. Так, проспали старт. Алексей, по дороге. Давай, 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 давай. Вот, можете видеть результаты. Бля, ребята, если это была сотка, думаю, на 500 можно будет пахаться сто процентов. Это реально жестко. Я завел третье место. 0,3 секунды меня отделило топора, который на первом, на втором игре рыбаков. Ну вот это за место, посмотрите-ка, все плотно, плотно. Пятнадцать месяц! Что? Пацаны, 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 выходи! Расходимся! Выход! Максим, мы покидаем что-то? Да, да. Размеряние! У нас дела! Дела, дела, дела! Вот такой мы за большого витами, да? Сколько нормальное время? Я последний рекорд 30,4. Представляю, не стоять! На 200 метрах. Если это где-то из 15 точно сотку выйти, да? Да, да. 14,5 сотка. Сегодня у меня 14,5 сотка. План. 29,5. Весь. Сколько ты тренишь для этого? Год. Один год. Год только это упражнение? Один год, да. Это упражнение. Только это упражнение. Парни расходимся! Год. Год. На самом деле, так и делаются большие результаты. Только тогда, когда ты делаешь какую-то большую цель. И ты каждый день, каждую неделю, каждый месяц не идешь. Конечно, тогда это, ну, это совсем другие результаты. Да, это другой уровень. Так и в бизнесе, так и во всем. Недорого? Маленькие расферы есть. Да, конечно, у вас какой? Самый маленький тест. Да, черные? Черные самые маленькие нужны перчатки. Когда есть возможность продать, не могу это не сделать. Очень странно, что у тебя бэджик Сергей Косимов. Это же я. Ну, да. Какие есть минусы, на что нужно обратить внимание человеку, который хочет открыть магазин сейчас? Первая сложность, с которой люди всегда сталкиваются, это найти место в торговом центре. Его просто может не быть и, скорее всего, не будет в хорошем торговом центре. То есть нужно подождать. И вторая сложность, нужно понимать в сознании, что да, бизнес по франшизе довольно простой. С точки зрения того, что мы говорим, что делать. То есть до вас десятки людей прошли этот путь. Но, тем не менее, надо работать. То есть локальный маркетинг очень важен. Этим нужно заниматься. Мы говорим как, но там есть чем делать. Мы даже вот, когда были в Америке, обратили, там есть вот реально крутой наш конкурент в Америке, Люля Лимон. В их магазинах вот просто висят фотографии, допустим, местных тренеров в их одежде. Вообще, ребята, это крутая тема не только для франшиз, да, не только конкретно для этих магазинов, но и вообще, если у вас есть бизнес какой-то локальный в своем городе, пусть он даже, я не знаю, автосервис там или ну что угодно, маленький бизнес, то круто, когда местные лидеры мнений говорят о том, что это хорошо. Круто, возьмите на вооружение, обязательно примените в своем бизнесе в каком-то. Что ты рекомендуешь делать людям, которые размещают рекламу, чтобы это было максимально эффективно и чтобы потом не было хейта и вот этого хайпа? Ну, мне кажется, во-первых, это должна быть канал с целевой аудиторией. Если вы хотите продать какой-то свой бизнес, то, соответственно, должен быть бизнес-канал. Это может не совпадение быть с целевой аудиторией. Это первое. Ну, а второе, какой-то лендинг должен быть. Они должны как-то перейти и купить этот товар. Как ты считаешь, вот эта ниша одежды, почему она перспективна или, может быть, она, по-твоему, не перспективна? Она как раз очень перспективна. Мы даже там смотрели мировую аналитику. Спортивный ритейл растет, потому что есть хайп во всем мире на спортивный образ жизни. Ну, как бы не случайно, есть известная компания Victoria's Secret, которая выделила спорт в отдельный бренд Victoria's Sport буквально в прошлом году. То есть это о многом говорит. Ваши конкретно вещи, в чем их уникальность? Несколько. Во-первых, то есть абсолютно оригинальные принты для нас делают дизайнеры. Абсолютно уникальные лекалы, которые мы разрабатываем, там, тестируем на спортсменах. Да, конечно, на свое производство. Качество очень высокое, потому что мы импортируем ткани из Италии. Мы не шьем ничего в Китае, мы не импортируем ничего из Китая. У нас есть бейдж, такой Lycra Sport. Мы реально единственные производители в СНГ, которые от компании Lycra получили право размещать эту бирку на продукции. Есть ли смысл открывать такой магазин в городе, там, 200-300 тысяч населения или крупные города? Как ты думаешь? У нас есть магазины и в городах, и по 200, и по 300 тысяч. Надо смотреть, как бы, город, как бы его вовлеченность, там, уровень доходов, количество в спортивных центрах. У нас же не только есть система монобрендовых магазинов. У нас есть, ну, их-то мало буквально, там, 3-4, но, тем не менее. Street retail. Street retail, совершенно верно. То есть у нас есть, там, простое требование, там, красная линия, фасадный вход, фасадные витрины. У вас там в город, может, на 100 тысяч человек, вы можете открыть шоу-рум. По шоу-румам мы не ставим никаких требований. Окей, открывайте, он даже может быть мультибрендовый. Скажи, реально, в твоем бизнесе была ли жопа, вот, когда ты прям думал, что надо закрываться, там, ну, или на грани был? Ну, такой прям жопы не было. Но, да, были какие-то ошибки, были сложности. А что было, это когда мы не успевали производить. Когда был всплеск открытия магазинов, мы были к этому не готовы. Это как раз после рекламы? Ну, на самом деле, да. Говорят, не ожидали, что так будет. Ну, и вторая ошибка. Мы не отбирали франчайзи. Мы как бы все, у нас такие были моменты, когда, знаешь, как бизнес для жены. Чтобы она чем-то занималась. И мы говорим, классно, деньги есть, сейчас все будет. Да, деньги есть, все будет, все открыло. А дальше ничего не делает. А дальше человек в этом бизнесе не работает. А что ты для этого сделала? Ну, ничего. Да, 200 метров, напоминаю, 200 метров. Приготовились! Сиди готово. Внимание! Да! Поехали! 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 Чемпион этого заезда Алексей Столяров. 30 секунд, 3 десятых. Прекрасный результат. Сережа Косенко, отдельный респект. Он практически не тренируется и показывает результаты на уровне с атлетами. Не просто за счет... Не, я не практический, я не тренируюсь. Просто за счет воли. Представьте, какая воля у человека он садится, берет и делает. Макс умеет это. Как это? Прям по третьему. Лучше, что вы можете сделать, это прийти туда, где вы последний. То есть, когда вы последний в комнате, вам очень легко стать средним. Когда вы средний, вам очень сложно быть первым. Потому что примерно все уже на одном уровне. Поэтому идите всегда туда, где люди гораздо сильнее вас. Сейчас посмотрим на парней. Sit ready. Attention. Go! 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 Охренеть! Go! 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 20 секунд! Иван молодец, 29 секунд, достойный. Ну, когда вокруг тебя столько энергии, мне кажется, она объединяется в какой-то комок. 10 мозгов. Так что спасибо, ребята. Это реально. Просто. Это работает. Я не знаю, как это работает, но это работает. Супер. Спасибо. Поздравления Оскару и всем участникам сегодняшнего рекорда. Берем, берем, берем. Ребята, вот еще 100 и 500 метров. Выпуски будут называться рекорды Оскара и пацаны. Закончилась эта пытка. Это было реально очень тяжело. Все три дистанции. Был предпоследний, второй раз был предпоследний. Профессиональные спортсмены, все, кто тренируется каждый день. Я приехал такой. Вчера в 3 часа ночи лег, ел попкорн на ночь. Приехал тут тренироваться, но это классно. Классные ощущения сейчас. Кайфую. Уверен, что каждый здесь, кто пришел, тот не пожалел, что в воскресенье утром, утро прошло именно так. А как проходит ваше воскресенье, да? Гораздо лучше, когда как бы на живых манекенах. Сразу все понятно. Привет. Меня Сергей зовут. Можно сфоткаться? Хорошо. Напишите в комментариях какой-то клевый вопрос для Антона. По спорту, по питанию, по здоровому образу жизни. Антон в этой теме 100% шарит. За самый оригинальный и самый интересный вопрос вы получите 5 комплектов форм. Парни, кстати, тоже пишите. Подарите вашим девушкам, они будут довольны. Давайте пишите в комменты прямо сейчас. Спасибо. Пока. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok